так всем привет продолжаем нашу работу над комнатой бабушки и сегодня надо смоделировать кровать в общем заканчивать да и переходить текстурирование вот у нас на прошлых уроках да что у нас получилось есть такая также давайте схлопну вот так вот эту кстати лампу я удалю не будет у нас есть кресло до появилась тоже удалим полки так у нас съехал куда-то так плинтус мы делали да да значит у нас есть еще кресло которое на прошлом уроке смоделировали как его вставить кстати сюда нажимаем файл но самый первый способ до переносить модельки из бендера в общем можно открыть два блендера и у нас туда вот он был оинг вот есть наше кресло оно состоит с верхней части имеет этой части мы можем его просто вот так взять вы выделить control c нажали открыли наше окно ним блендером нажали control в али как бы самый такой простецкий способ как это сюда отправить ну и разместили там где она будет а будет она где-то вот в этой зоне на посуда еще будет кровать и тумбочка небольшая должно все влезть вот второй способ как это можно было сделать это с помощью а так сейчас дали нажимаем файл up and строить у блендера полите и типа zip архивов на вот наш оинг открываю и тут есть куча папочек да где все хранится и в нашем случае нам нужен нужны объекты так и вот объекты да мы ничего не называли обычно и теперь тут пойми что нам надо взять среди этих объектов на вот как раз вам еще один случай почему объекты лучше называть вот ну камера empty пустышка что-то из этих наверное попробуем строить правили да что то все таки забыли забыли подушку вот наш элемент как он назывался play 011 вот ну да и подушки ну вот в общем таким способом да также они сюда встраиваются вот так я там нашел кроватку какую-то на сайте и центр простая вроде бы вот ее и смоделируем также книг к тумбу и также я не буду в этом показывать уроки как это моделировать думаю ничего тут уже сложного нет вот да если будет желание пишите комментах запишу как моделировать то есть у меня будет вот такая бра и вот такие да вот эти будут у меня где-то располагаться тут возле зеркала до по две стороны а это вот здесь то что побольше она на поворотном поворотный механизм в общем нее думаю будет удобно туда-сюда крутить так ну что приступим кровати у нас бы опять же да тут лучше элементика всякие чтобы вот это не прятать да ничего такого не делать это сохраню я открою новый файлик вот ну как строить на объекты мы в общем-то знаем никаких проблем в этом нет поэтому можно делать все и в других открываем другой файл и там начинаем нашу кровать вот так файл new general и 1 опять делаем все в размер на желательно найти найти картинку где есть размеры на есть вот общий вид ее и есть размером эти размерчики я писах скачаю сохранить картинку папочку сохранить вот и размещаем ее также нажимаю подавать горячие клавиши включен вот шиткой планируем зачем не планируем шиткой и добавляем image reference опыт и выбираем в нашей папке а также желательно сразу же да если вы сохраните файл сейф вот выберем папку это будет у нас так и вот теперь если я нажму shift и reference меня откроется сразу же это папочка вот и здесь выбираем наш риф загружаем опять делаем приблизительно до чтобы было по размерам во первых ее тоже ставим transparency чтобы она была на виде спереди картинка а и подбираем прозрачность вот и видим размер вот тут например 2 133 я беру свой кубик на и зададим ему габаритные размеры опять же чтобы выставить картинку и настроить эту картинку к видам так нажимая n открывается панель в менюшке альтам вот есть наши димын шесть вот это вот у нас опять же единичка да и вид фронт значит вот тут нужно будет размер сейчас я по оси z так у нас метрах да кто там с чем работает можно перейти опять же напоминаю и выставить миллиметры и у них и где-то тут или нет и по оси z до нужно выставить 766 вот о ну то есть глубина нашей кровати два метра сто тридцать три миллиметра да то есть это по оси y вот пишу двор сто тридцать есть и ширина и 1644 на то есть это по оси x надо выставить 1644 так все подобрали вот теперь нам нужно все это дело как бы смасштабировать это вид фронт я картинку подгоню сюда и начну уменьшать от габариты своей кровати так может есть какой-то конечно способ побыстрее это делать да и тут что-то у нас уже картинка какая-то нарисована не сходится что-то мне кажется 1644 высота да вот если я там масштабирую по высоте вот картинка что получалось на нашу этот габаритный как бы бокс то ширина чуть не то не 1644 ну как-то нарисовали на не очень вот ну в принципе да будем исходить из того что есть из реальных размеров на картинку будем посматривать в общем вот так то есть вот отсюда во я как бы начну на делать и также мне нужен будет вид сбоку ведь сбоку значит я эту картинку нажимаешь их d r 90 перехожу нажимаю тройку вижу кровать да не в ту сторону надо мне вот отсюда чтоб начиналась опять r z и мне нужно ее на 180 значит о повернули вот принципе это этот барит да и опять ну кто-то короче картинку плохо сделал но масштабировали как-то вот но приблизительно в общем мы сделали да потом наверное подгоним то есть выставили да наши вот то есть соответственно нашего кубика габаритного выставили приблизительно кроватки и пойдем делать сейчас я попробую наверное с нажать с x все-таки да да догнать габариты так и вот здесь придется чуть-чуть растянуть с y где-то так то есть вы поняли что размер не совпадает но есть это сделали в принципе не наверно он и не и не нужен да я как-то выставил себе дальше начну уже play на этой мышь play r x 90 до поверну к себе лицом ну то есть также это кстати можно было сделать когда добавляете shift и play вот здесь вот плейн выровнять его относительно вида но принципе тоже нужно и так вот дальше как бы масштабируем на наши дела вот тут нужно будет кроватку поделать так хорошо что будем делать перейдем сюда также как бы масштабируем по планке зайду в режим редактирования вот и сдвину кубик вот сюда да вот мы планочку в общем то выбрали есть дальше поехали дальше выбираем ребро и экструдированного в принципе да можно как раз сделать половинку давайте половинку и будем делать вот я так отодвинул видите в режиме редактирования опорная точка осталось вот здесь вот теперь если взять применить модификатор мира у нас будет идти как раз построение от отражения от опорной точки вот здесь выбрали ось x дальше а заходим и двигаем и вот видите она накладывается пересекается друг с другом тут включаем клиппинг и папа но схлопывается вот вроде бы все хорошо в принципе опять же да вот тут нужно сделать какой-то там разрезик можно попробовать вот так можно попробовать вот эти грани до ребра удалить сейчас вот это удалим и вот эти он руки растворим да вот тут не захотела давайте я сделаю вот так выделю вот эти фейсы до грани перешел в них нажимай x он ли из вот вот это вот теперь двойку нажал ребро тоже удалю где там выбираем точки выбираю эту точку control shift b и кручу колесико мышки делаем как-то так да а принципе ну чуть-чуть что-то тут не сходится у нас он равномерно все делается можно было сделать например еще а вот таким он способом давайте тоже покажу 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 так что с этим сделаю возьмем скопирую его просто на всякий случай нажму аж и спрячу а вот в этом удалю вот эти контролей x это удалю вот и мере мира применим пока что да как вот например можно прорезать вот этот штук вот я опять же в режиме редактирования нажимаешь и дз и скопировать сделаю вторую планку а это прорезь есть только тут а дальше перемещу сюда курсор 3d shift с курсор тусы shift и и добавим просто сек вот его также повернем к нам здесь 32 грани того в принципе и хватит вот так сделал теперь нажму g перемещу и тут масштабом подгоняю где-то под размерчики да где то вот так так дальше нам не надо как то вот этот кружочек мой спроецировать на две эти планки но с кружочком еще поработаем первое выделяю кружочек перехожу в точке смотрите если я возьму вот так и сдвину здесь уже как бы у нас вот эти линии не параллельно да потому что точки они немножко смещены я выделю две вот эти точки нажму control shift control b и вот я был этим точкам сделал вот так и теперь выделю вот эту часть и тут теперь видите они на одном и том же расстоянии у нас и теперь их перенесу переносим вот сюда вот и теперь что я выделяю вот свой шокол а затем выделяют планки и нажимаю так то есть переходим в edit mode переходим в выделение грани выделим грани на которой мы хотим сейчас это все спроекцировать идем в меш и knife project и теперь он у нас получилось но у тебя я могу выйти вот этот элемент нажать или например и удалить вообще и если мы зайдем режим редактирования мы увидим как раз что получилось проекция да то есть все хорошо нажимай x и удаляю эти фейсы а и все как бы ровненько чудесно вот там у нас уголки мы к ним потом добавим павелы фасочки так ну еще я опять же да тут есть несколько досок вот и давайте их тоже сделаем желательно жда поглядывать вообще шриф там одна цельная поехали я выделю вот эту вот штуку принципе тут даже посерединке нам пока не нужны вот эти ребра контролы удалю их вот это выделю 6d z вот сюда перемещаю опять z или там удерживаем кликаем колесико мыши на и перетянули вот сюда вот там затем мы их немножко положение изменим нас огнем после того как отрисуем еще одну часть так давайте я теперь вот это вот все нажмите z чтобы видно было до перенесем вот сюда вот и тут мы будем видеть как нам нарисовать еще одну часть то есть вот эту которой все эти планки будут прилегать так заходим в режим редактирования на выберу вот здесь где-то одну точку давайте вообще выделю вот эту ребро 6d отменил как бы копирование вернейших d это операция скопировать и переместить копирование произошло перемещение я отменил и теперь нажимаю p selection а то есть я отсоединил выделенный элемент так чуть-чуть сдвину потому что что там вечное окошко попадать так и теперь могу его выделить теперь перехожу на вид сбоку нажимаю теперь там захожу в режим редактирования выделю нашему е и вот сюда это передвинем опять езет так и двигаем до вот этой нашей части дома что размер делаем картинка чуть не совпадает ничего страшного можем выбрать привязки схватиться зажать control и подвинуть сюда теперь я выделю вот эту точку и передвину на сделаем вот и там как раз прибьются две наши планочки так отлично эту часть сделали давайте теперь задавать толщину так вот эти штуки нам мешают в перспективном виде отключим их для перспективы так и все вот можно да например опять же взять и немножко все это дело нам согнуть как это можно сделать лучше я захожу в режим редактирования переношу к примеру вот сюда да вот сюда перенесем курсор нажимай shift shift с курсор to selected вот он переехал теперь выделю строить вот эти части сниму выделения эль эль он наводил выделил выберем что вращать будем относительно курсора нажимаем r и вращаем так куда-то сюда попрощаем можно шить зажимать до чтобы точнее вращать еще раз р и вот шифтом сделаем так ну и можно нажать там или стил до чуть-чуть подселить ее повыше вот эти с отсюда растянем так есть отлично теперь вот этим вот элементам нужно задать толщину заходим в модификатор и добавляем соли тифа и вот еще перед этим желательно убедиться чтобы все нормально смотрели в одну сторону я выделил все можно включить отображение нормалей и видим да кто куда вот выделю нажму shift н и все перевернулись вроде бы нормально опять же м байдистан спас проверим нету ли двойных вершин теперь тут попробуем одна часть видите все таки не туда нормали вывернуты потому такое происходит то есть выделим вот этот элемент и нажму он крыл 6 н да и выверну нормально теперь вылазят они все в одну сторону и тут сделаем 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 видите масштаб еще не совпадает это просто этом что-то масштабировал забыл контролей скейл до применить вот теперь она нормально работает и нам там ну пусть будет минус 20 вот 20 какие-то доски или минус 18 вот сделали так теперь вот этому элементу мы можем в принципе взять вот тут все настроить дальше добавим модификатор билл который нам по создает фасочки опять же но тут в принципе у нас и нету таких есть это тут видите места где я бы не хотел создавать паски я как бы на только на острых углах поэтому вот здесь выберем ограничения и выберем угол вот все хорошо теперь делаем там фаски это миллиметра 3 2 у вас кстати вот видите когда будет пересекаться был вот он создает грань ребро да и когда и доходит до пересечения вы дальше не потяните хоть ты тысячу ставьте вот он не сможет этого сделать вот лечить это значит можно просто перейти и убрать от растворить например эту точку control x и растворили если вдруг тут вас вам нужна фаска побольше воно мне в общем то не нужно у меня будут фаски пусть два миллиметра и этого хватает также тут клацаю несколько раз вот дай получились хорошие пасочки можно киушает смуз вот когда идут вот такие вот потяги на все это дело еще можно полечить дополнительно модификатором вейт-нормал включить еще сейчас подождите автосмут забыл а она даже и без вейт-нормала все убрала или не убрала не есть да и дитя выйдет норму когда включаю вот он все полечить все хорошо так и теперь например я могу это же дело вот эти модификаторы скопировать на этот на для этого я выделяю вот этот элемент а затем с которого хочу копировать до копирования с активного происходит нажимаю control l и выбираю модифаерс ну и тут опять же до масштаб control и скейл применили нормаль например если надо вывернуть другую сторону взяли вывернули нажму control shift н вот она вывернулась в нужную сторону заработала единственное тут еще он говорит для этого объекта тоже включите автосмут и ушей смуз автосмут хорошо а дальше тоже постоянно смотрим там на рев чем мы там видим до плохо так видно ну вроде бы по чертежу делаем да эти планки нужно немножко еще сместить так сместим сюда копируем шрифт д x вот в эту сторону и а еще их там же д x шрифт р повторить операцию видите где-то так сместим тут можно уже выключить где курсор на то есть одну часть сделали так поехали дальше переходим у нас вот как вот эти ножки сделаны тоже в принципе с прорезью вот это значит мы можем зайти вот сюда выделить нужный элемент нажмем l нажмем 6d п целых шина то есть отсоединили его так теперь надо бы его выровнять вот зайдем в режим редактирования выделим все точки и нажмем наверное r y ой не rs то есть стелить будем по оси y в 0 0 и вот до появилась наша планочка вроде все с нехорошо так теперь перетащим ее я должны быть ножки так опять я чудо тут они вот целиком все нормально не пойму откуда начинается тут на рисунке еще какая-то как планка хотя тут а все я понял да вот наши ножки а там еще чутка по контурный гидо те части уже не будем делать значит у меня вот отсюда должны начаться захожу в режим редактирования выделяю нужные точки идут сюда подтяну вот и можно выделить да просто вот эту так беру так раз выделил из shift удержи выделяю с этой стороны эти точки вот и их опускаем там где должны быть ножки есть теперь у нас получилось все хорошо мы перетащим все это конец там где-то должно быть так теперь мы сделаем просто боковины и наверное на этом в общем-то и успокоимся а еще вот тут же сверху до планка опять же посмотрим картинку до сверху бортик такой давайте зайду сюда скопирую вот этот ребро shift д вот и нажимает y на потянуть сюда если я хочу чтоб в другую сторону было я выделяю и переворачиваю нормально нажму shift n вот а то есть выдернул вроде бы все хорошо выделю под их не то ребро выделю так вот эти возьму с них выделения уберу взят с контролом удерживая контрол в эти тот а блин там выделил давайте эль теперь удерживая контрол выделил и это сюда куда-то перед мини так не очень получилось вот пойдет никто не увидит так теперь боковинки надо сделать боковинки в принципе опять же дам зале вот это вот ребро копировали его и и е и гирек тащим тащим и подогоняем отсюда также выделю весь этот элемент возьму вершинки и сниму с них выделения или выделены вот эти немножко подвину тоже чтоб образовалась такой промежуточек теперь опять выделяю это все дело и сниму выделение сверху контролом а вот эти драки подымем так получилось эта штука дальше выделяю и и поликом shift x и двигаем отсюда а также можно да по ипсу привязать к этой точке идут control shift shift н до вывернуть опять другую сторону нормально вот в принципе дам для кровати что в общем то готова сделать сделать матрасик что ли да так матрасик все курсор в центр сцены шептей добавим так добавлю play наверно пока что с сюда так захожу в режим редактирования масштабирую тут кровать не сильно у нас по центру получилось таки без y куда потому что беру ладно выделим вот эти передвинем есть и выделю эти точки так сдвигаем подвинем куда-то дальше зайдем в режим редактирования наверное выдвинем все это дело вот где-то так где-то так над матрасом не видеть там действий в общем-то и проводить не буду могу сделать им паски большие и наверное на этом и успокоиться получилось кроватка кровать в общем то опять же до желательно у нас есть там все это за тем элементом давайте я сброшу origin тут же внутри вот и эти элементы да у нас по сути можно так сказать параметрическое моделирование можем толщину изменить фаски если вы планируете это менять то желательно сохранить все да я например 6d x копирую вот так стоит модификаторами нажму аж спрячу а вот это все дело нажму контрол джей чему-нибудь до контрол джей на только матрас не трогаем уж и на него тогда тоже модификаторы назначаются и вот к этой руке так вот тут какой-то косяк когда он появился то я почему-то давайте дотащим вот все хорошо так теперь на выделю все кроме матраса выделю эту часть нажму контрол джей вот тех кровать у меня единое целое еще и с модификаторами еще раз возьму на всякий ключ из копирую пусть будет вот а тут уже все применим на контрол а и применяем модификаторы только видите как я применил в бендере модификатор 1 это вот этот да и надо из него начинать то есть сначала толщину мы применяем потом бревел а потом уже варить норму вот сделали тут также можем теперь нажать контрол джей и матрас кровати добавить все это у нас один объект называем кровать и вот так в принципе она тут появится дальше вы тут на эту кровать то могли там накидать всяких подушек и тому подобное я вообще скажу так что для этого бы проекта я бы ничего и не моделировал кровать я бы подключил blender kit и скачал там кровати полно дам также несколько слов blender kit все такое вот да такая библиотека я сейчас залогиню есть тут несколько пакетов как бы платный и бесплатный у меня платный он стоит 5 долларов в месяц это не так уж там много зато у вас появляется еще куча текстур разных объектов кистей и тому подобное то есть такая стоящая вещь для блендера а здесь вы идете в preference в аддонах ищите этот блендер кит вот видите блендер кит онлайн асет слайдере так сохраняемся он появляется вот здесь вы логинитесь на потому что сейчас там подгрузились не все то что доступно 3 до какие-то там материалы вот вы также материалы модели или кисти можете выбирать и я не категории вот они категории например где-то тут же есть интерьер что-то там ищет вот и как бы у вас тут будет есть есть отвратительные модели есть и достаточно хорошенькие там ну как бы интерьерчик есть чем расставить вот например да уже кровать какая-то смоделирована то есть есть просто не все такое там они вот еще одна вот тут в общем кровать их хватает если вы кликните у вас видите пойдет загрузка как бы этой кроватки вот и еще если вы хотите там или дальше редактировать то при загрузке вы где-то тут должны импорт вот settings делать не линка а пент да вот пошел как бы линк когда это как ссылка на объект в интернете вот а вы устраиваете да я бы вот так вот скачал бы кроватку если чё там вот заднюю часть что-то бы изменил и все в принципе никто бы не узнал вот и обычно заказчики с этими кроватями с подборкой вот этот пустая трата времени они выбирают у хотят а ты мучился вот да то сделал бы так но раз уж мы так так еще где-то вот тут этот глаз как там да можно прятать вот эту панельку тут также можно выбирать что вы ищете в принципе чем меня у плана что-то так мало материалов а китай стоит например там кожу поищен кожа есть да и достаточно такая качественную то есть есть что применить и это уже мы будем когда тиск текстурировать то спрячь а если мне нужно например подушка да как я ее могу сделать опять же тут давайте масштабирую контролей скил применим тоже можно двумя там способами делать например зашел в режиме редактирования сам дивайден так давайте отключить или нормале волосатые вот тут на несколько штук можно или сделать так а потом по нажимать шейтер и типа ну вот такого думаю достаточно и сейчас эту штуку скопируют шельдер x вот и теперь начинаю экструдировать вот экструдирую вот так вот дальше я выделяю вот этот подушку и идем и указываем что она у нас теперь материал вот дальше внизу вы вот это филы вейтс убираем гравитацию чтобы она не падала вниз и в прежават в этом параметре дает делаем такое давление давление будет действовать как раз вот на вывернутые нормали то что красным туда как бы будет действовать ила и берем это прожитом накрутим 5 или что такое и включаем анимацию и и как бы подушка в общем-то надулась вот дальше чтобы применить анимацию нажимаем object ну можно просто переконвертировать ее во-первых до конверту мышь вот или же вы можете вот он как модификатор close на тут или или применить полностью или применить еще как шейпки если вдруг вы захотите ее короче вот эту вот анимацию как бы сохранить я просто сейчас нажму control и применил да дальше могу зайти в режим редактирования здесь добавить например вот такой элемент нажать control b одно подразделение сделать с чуть-чуть выдвинуть control минус нажать сузить выделение и с выпу туда задвинуть а теперь применить control 3 да это применится subdivision surface подразделением 3 мы получили вот такую какую-то под вот можно эту подушку было еще там да сделать например если я нажму тоже е только вот здесь теперь о удаляю вот эти файсы на клуб выделил альт и клик я сделал и нажму теперь x и он ли фейс а вот эти вот прожилки пока что оставлю вот то я могу вот в этих местах вообще как бы ее и шить дальше делаем то же самое класс так только переедем в первый кадр вот а то же бывает улетает гравитацию убираем идем опять же в шей так есть вот здесь да если мы хотим чтоб шилась нужно будет галку свинг поставить давайте пока что покажу поставлю тут 5 опять запускаю анимацию на видео тоже подушка надулась такая вот но могу теперь вот эту галку поставить и опять только про ожидает что тоже сбросилась пятерку ставим опять запускаю елки еще раз по видите и в этих местах она как бы сшилась и что хорошо в принципе я сейчас да все стоит например бросили эту подушку выделю ее пойду на кровать где-то здесь положу вот так ну понятно да сейчас если я нажму пробел а наш никуда не летит пробел это тоже запустить анимацию она осталась на своем месте если мы хотим какого-то взаимодействия тогда мы включаем гравитацию а после этого запуская анимацию она провалилась сквозь кровать этого нам тоже не надо соответственно кровати нужно указать что она у нас объект столкновения нажимаем коллижен вот и в принципе все единственное что можете у нее вот покрутить какого трение до чтобы они сильно там подушка скользила по ней ну тут опытным путем покрутите так выбирать нажимая запустить анимацию бомб до упала подушка и чуть не надувается странно давайте выделю подушку проезжу то изменилось непонятно да я только указал какая-то странность давайте тут побольше какой-то параметр выставить можно я опять же какой-нибудь взять присед на при этом шелк на там поменяются это так они выбираются на все меняется подушка легче стало так же свинг ты что так 50 поставим почему не пойму так получилось да тут сильно надули ее может 30 съезжает подушка давайте я ее еще покручу пример как-то вот так поставлю наверное пересекалась где-то так сбрасываю анимацию так мы в кровати повылазили только вылезла прячем так попробуем да тут фрикши покручим еще раз отменим уже не так едет вот и тут еще накрутим видите вообще как бы на месте остается вот ну такое да играться играться с этим всем делом сейчас еще и куда-то передвинул там бывают и такие штуки куда-то что-то залипла еще этому объекту то не да например вот подушка одна получилась мы сразу могли там несколько взять скопировать этих подушек вот их до этого сделать симуляцию с одной что хорошо другая почему-то ее выкручивает еще очень рекомендую для вот этих вот подушек установите вот тут коллиженс селс коллиженс да то есть убрать самопересечения вот так тут там полите можете побольше поставить ну и когда запустите аниму опять что это такое так импульс клампинг поставлены 0 1 это импульс у нее идет давайте единичку тут поставлю не происходит вообще так пока у нас не было вот этой до кровати с подушка у нас было вообще все идеально все хорошо потом почему-то стало так и наверное я вот мне кажется это из-за вот этих еще штук они мне нам мешают так давайте от нашу подушку перекрутим зайдем и делю вот эти вот верхние так удалим видео все е делаем вот так пробую в таком состоянии части и будет вот этот свинг убираем мне нужен уже странно как-то когда он самопересечение включил и понеслось до перестала теперь взаимодействовать с кроватью это так ладно если что-то не получается да возможно тут что-то с настройками класс убрали опять класс добавили попробовали он бросается хорошо попробовали опять там 1 дуле опять бросили на слабовато еще днем 30 вот и также этой кровати еще просто накручиваете фричи чтобы никуда не ехала на вот когда какие вот моменты счета с ним происходит с этой подушкой возможно ей не нравится сама вот это что-то там кровать до какие-то перемещения мало сетки я вот кровати до добавил еще подразделений чтобы был как бы контакт так то есть тут например еще раз возьму и стану где-то и вот так вот так пошла вообще не пойму чуть это так сама пересечении она действует на нее вообще король бетли лед а на distance убрал и стало лучше но все равно куда вот это ее тянет там не пойму возможно вершины больше добавить как-то как-то странно в marvel с дизайнере да все происходит у нас как бы поинтереснее симуляция в блендере непонятные какие-то вещи творятся да еще если что можно попробовать например взять вот так вот раз play плоскость до положили вот она где-то тут открывать опять 6 д копирую разворачивать допустим вот так попробуем с плоскостями может выберет так выделяю все сейчас отодвинуть делаем вот так да то есть это плоскость коллижен это плоскость коллижен запускаем а ну тут хоть она как-то у нас падает но опять же мне вот вообще не нравится как работает славка лижен без него даже получше раз подушку в общем сделали да можно ее взять обжиг он в рту наш 6d x скопировали опять ей назначили там лосс и можете тоже ее посимулировать еще раз на то же самое прежа там надули например это упало также все вот эти вот подушки до могли как-то участвовать в этом ну то есть это тоже объект столкновения например вам уже вот это понравилось подушка да давайте объект конверту мэш так сделаем с кориджей тут же внутри возьмем еще скопирую подушку вот это вот подушка тоже теперь коллижен и вот это пусть будет коллижен и опять этой назначен лосс так так надуть забыли в общем да и вот кинули еще одну подушку ее тоже object конверту мэш сконвертировали каждой к ней можно применить сглаживание и вроде бы и ничего все в любой момент да вы можете control r пустить ну а тут у нас видите вот сама пересечения было да из-за этого короче тоже по это беда уже не пускается вот здесь какие-то штуки ну вот такие штуки можно во первых там попробовать еще применить модификатор так лежим а это уже нам не надо можно применить модификатор смуз нам и попробовать тут значение об увеличили он только бы под загладил вот тоже стал мы его применили лет а теперь идет долу вот но это если нам надо как бы сделать шевчик на для этой подушки углубили применили сглаживание да получилось вот такая вот ну и вот так и можно да можно намудрить этих подушек вот но я говорю что я буду делать скорее всего возьму другую так ладно с кроватью закончили на кровать появилась хорошо подушки где-то возьмем возможность ну смысл как их создавать я думаю немножко понятен вот опять же если это нужно будет да я подготовлю там урок вот а дальше ну кровать назвали кроватью можно сделать на контроль c опять открыть наш проект это план да да и сюда контрол в ставить ее так поставить ее на место так и посмотрим вообще сколько у нас это кровать то какой у него там габарит вот тут есть это линейка еще нам нужно потянуть метр четыреста вот вот так 700 ну можно взять растянуть все таки тут будет кровать метр шестьсот нам то есть я возьму с вот так вот так вот так есть я получилась кровать также посмотрим расстояние вот здесь нам надо как минимум да там шестьдесят семьдесят сантиметров два три четыре пять шесть семь не будет так так теперь перетащу сюда и перетащим вот сюда чтобы тут открывались двери и пройти кровать и мужем так ну все так все сжатенько а вот этот креселка и вот здесь еще тумба должна быть у кресла может быть двигаться будет и все такое так тумбу тумбу и мы возьмем тумбу так это я уже шел все сделал одним элементом так тумбу наверное я выделю вот эту часть и вот эту часть нажму шейк дпс лакши вот теперь возьмем ее эту тумбу и попробуем тут сделать есть так оставим сюда разве минус 180 градусов вот в принципе так вот эти части да тут мы делали что 40 миллиметров я нажму джи z20 минус на опущу вот так оставлю пока что один на этот объект только так и теперь рецепт заходим в него и начинаем таскать точки эти точки передвигаем чудово дверей точки схватит отсюда вот передвинем вот тут наверное наверное да надо так размерчики опять же тумба желательно там посмотреть на и надета на 30 будет ну не хотел так до 60 но ширина ее 50 вот поэтому захожу в режиме редактирования выделил все выделил нужное и подвинуло то все таки 30 вот возможно изменю да что-то модифицировали ну у нас такой пока концепт и джи 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 джом и 3 вот показывает про и дулин стаблю стенку только нажми слэш до чтобы все точки подъехала поставим так вот тут опять стоит он ставим и ближайшей точкой по оси непонятки еще на средней частью так медианпоинт стоит средняя так расположили да где-то так тумболь будет здесь будет выключатель там резетка вот здесь вот это вот лампа вот где то так так думаю да как бы хватит да то есть доделываем там наши комнаты и будем переходить текстурирование ну и также скажите надо смоделировать еще светильники или уже понимание есть и сами справитесь так ладно м пока жду комментариев до новых встреч